вот теперь мы мы можем начинать я надеюсь меня хорошо слышно да значит на самом деле мы сейчас с вами проведем такое некоторое погружение вообще в другой в другой доклад очень часто бывает что вы приходите на конференции или может быть даже читаете какой-нибудь хабар или может быть слушайте какой-то подкаст и там какой-то чувак который одновременно там работает в гугле в нетфликсе и фейсбуке и явно считается что он намного лучше чем вы рассказывает всякие какие-то интересные штуки и вот вы прямо слушаете и вот вы прямо так загораетесь и я вам сейчас постараюсь парочку таких примеров привести и мы с вами обсудим что действительно происходит и почему это так происходит то есть вот например вам вот говорят что любой софт обязательно должен быть в состоянии зареализации в любой момент это очень важно потому что значит вот нужно все ваши гениальные идеи чтобы как можно быстрее доходили до ваших пользователей и казалось бы классно и логично а на самом деле фокус том что вот есть там вот стартап с тремя фаундерами вот там один из них там напился в три часа ночи ему пришла в голову какая-нибудь приятина и он это все закодировал и потом бац это все попало кастомерам ну как бы не очень хорошо или вам говорят все должны иметь сто процентов тестовое покрытие все должно быть покрыто тестами а в реальности у вас есть какой-то бэкинг приложение которое работает себе работает и релизится раз в два года и теперь нужно потратить полгода для того чтобы покрыть его тестовое покрытие ну бред же или вам говорят у нас правильный кондинию секьюрити а на самом деле если покопаться окажется что они наняли одного чувака который отвечает за секьюрити его все игнорируют от него все отмахиваются и в общем то вся его цель в жизни это чтобы когда утекут какие-то данные было кого уволить или вам говорят что самая большая опасность это значит даунтайм отказ сервера а вот работников надо их нанять самых лучших работников и им доверять а потом вы читаете в газете что какой-то чувак забыл в баре свой ноутбук и на этом ноутбуке миллионы записей клиентов с их номерами кредитов а сервера если он полежал три минуты в год никто вообще не заметил или вам говорят вот докер кубернетис и виртуума виртуума шинца это самый главный враг девокс и и именно вот поэтому нам сейчас нужно взять и переписать все что мы десять лет писали вот лишь бы избавиться от этих виртуума шин ну или вот это мой любимый вы уникальные и ваши задачи тоже уникальные и не один поставщик программного обеспечения не в состоянии понять ваши задачи и уж тем более решить ваши задачи потому что если бы они были такие умные они бы работали у вас и и поэтому нужно срочно переизобрести все возможные невозможные колеса и не пользоваться никаким сторонним программным обеспечением все написать сами ну потому что вот мы такие уникальные да ну или вот говорят что мы вот только в москве будем работать потому что только тут можно найти лучших инженеров ну как бы да конечно там вот вот эти вот все миллионы которые там живут за какие-то сумасшедшие деньги стоит недвижимости перенаселенности человейники ну вот действительно где же еще искать инженеров как и москве и дальше этот человек очень довольный собой уходит игру и и вы такие сидите и и думаете что это было как бы с одной стороны ну человек там в нетфликсе в гугле и фейсбуке наверное а с другой стороны ну вот как то что-то что-то там не так и вот об этом мы сегодня поговорим как меня уже представили меня зовут барух я работаю в компании джифрог мы вот как раз тот самый поставщик программного обеспечения с помощью наших инструментов другие в том числе google facebook и все остальные пытаются решить какие-то вопросы мы достаточно часто слышим что значит вы не можете понять наши проблемы на самом деле это конечно не так но сейчас мы об этом поговорим за ответить меня за фоллойте в твиттере меня можно и джей барух я вам очень рекомендую это сделать если вы все еще не уверены то в течение этого презентации когда вы захотите это сделать у вас будет хэндл на каждом слайде и вы в любой момент можете пойти и и это сделать да значит ну вот как бы хочется верить в то что вам говорят важные люди из 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 важных компаний да откуда это почему это так для того чтобы понять психологию этого дела нам нужно переместиться в тихий океан острова тихого океана в во времена которые уже почти сто лет назад во времена второй мировой войны да то есть вот 1 сентября 39 года вы тут можете видеть карту кто владел какими островами в это время тут вам и франция и и и и британия и нидерланды у всех были какие-то острова и потом естественно началась война тут значит японцы с одной стороны с немцами а американцы там с французами с другой стороны и в общем вот эти вот острова они оказались очень как сказать там было очень много экшена да они вдруг внезапно оказались свидетелями какой-то огромной движухи на этих островах ну там достаточно примитивные люди там какие-то аборигены жили и тут они фигевают от того что значит буквально вот за пару за пару недель за пару месяцев там какие-то аэродромы какие-то самолеты какие-то летающие машины понастроили то все привозят амуницию привозят оборудование вообще масса всякой движухи и естественно они никогда ничего подобного не видели и когда они наблюдают вот такую штуку они в общем дело сделали то что мы делаем всегда они пошли на reddit или на hacker news или на хабар и начали пытаться понять что же происходит да и вот они пытаются понять что происходит и и тут они приходят к выводу что есть взаимосвязь между тем что строится вот эти вот аэродромы и потом появляются всякие хорошие ништяки и поэтому когда война закончилась и самолет все улетели и аэродромы все разобрали то они делают то что и делаем все мы они взяли и построили самолеты вот такие ну как смогли и в общем ожидалось что когда они построят самолеты то сразу появится ништяки потому что это же так работает то есть если мы сегодня развернем кубернетис то завтра у нас появится скейлабл микросервис же правда это вот абсолютно ровно та же психология кто-нибудь знает как называется вот эта психология там кто-нибудь сказал какие-нибудь ответы карга культ да именно так совершенно правильно тот кто сказал карга культ был совершенно прав потому что это он и есть карга культ кроме его образного названия давайте мы повторим за кем-нибудь в надежде на тот же результат на самом деле это еще и самый настоящий культ и вот этот вот соломенный самолет это вот прямо вот религиозный обряд одного из этих племен которые действительно совершенно очевидно ждут что после того как они построили соломенный самолет появятся ништяки и нам это кажется боже мой что за дикость как можно быть таким наивным но как я уже сказал мы в нашей индустрии делаем абсолютно то же самое и прочитав на хабре новый пост про новую крутую фишку которая для определенной компании принесла какую-то пользу мы совершенно точно так же как эти люди строили соломенный самолет пытаемся эту фишку внедрить у нас в абсолютно не сомневаюсь что она проведет те же в этом докладе мы с вами будем учиться бороться с карга культа для того чтобы побороть карга культ нужно ответить на всего четыре вопроса и эти четыре вопроса они такие первое наверное самое главное готова ли моя команда к новым технологиям вообще то есть будь то любая кубернетис там не знаю докер там все что угодно возьмите любой новый тренд котлин вот нынче да любой новый тренд и спросите себя можем ли мы в принципе сейчас устроить переход на новую технологию второй вопрос это чем хороша конкретно эта технология то есть да вот у нас был на сцене докладчик он нам рассказал много слайдов про эту технологию может быть даже показал hello world демку которая или сработала или не сработала но если она не сработала то он вам пообещал что на самом деле все работает это вот просто так звезды сложились и и на основании вот этих вот нескольких слайдов и демки ну в общем ожидается что вы решите хорошая технология или нет это достаточно странный подход и поэтому нужны какие-то другие способы решить хорошая технология или нет следующий вопрос он уже специфичный к тому что мы делаем какую проблему я решил с помощью этой технологии потому что очень часто мы делаем вещи которые мы делаем либо ради нашего инженерного интереса ухты это крутая штука мне ее надо попробовать либо на ради нашего карьерного интереса ухты котлин будет хорошо смотреться в моем резюме это плохие ответами этот вопрос на этот вопрос нужен ответ который будет какую техническую проблему я решусь помощью этой технологии и дополнительный вопрос это окей а у меня вообще эта проблема стоит мне эту проблему нужно решать поможет ли бизнесу решение этой проблеме ответить на все четыре дать рецепт ответа на все четыре к сожалению не получится потому что третий четвертый они очень зависит от контекста они зависят от конкретного проекта третий а четвертый зависит естественно от конкретного бизнеса от состояния от бизнеса где находится ваша компания какие у вас цели и так далее но по крайней мере мы сейчас с вами попробуем ответить на 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 первые два для того чтобы ответить на первый существуют разные способы и я вам сегодня представлю способ который абсолютно не новый и мы пользуемся им уже десятилетиями и я думаю что возможно некоторые из вас уже не услышали и этот способ называется модели зрелости один из самых крупных адвокатов модели зрелости это мартин фаулер который описывает модель зрелости как инструмент который помогает оценить людей в текущий их в текущем их состоянии эффективности для того чтобы понять что нужно улучшать и куда нужно двигаться и маркин фаулер сразу говорит что модели зрелости они очень критикуются очень многими но тем не менее он считает им полезным и и пожалуй самые большие критики модели зрелости это наши опять же возвращаясь к карго культу это жрецы нашего карго культа николь форсглин джесс хэмбл и джин ким все трое очень крупные имена в области оценки девопса все трое авторы и пожалуй самого главного исследования по оценке девопса девопс стейдов девопс efficiency report который раньше публиковался когда-то давно потом самостоятельной организации dora devops research and assessment а в прошлом году был куплен гуглом и теперь выходит под эгидой гугла и в общем эти ребята написали книжку которая называется accelerate в этой книжке они рассказывают как правильно делать значит как они правильно ну почему их ресерч он правильный и в этой книжке прям в преамбуле они достаточно здорово проезжать по maturity models и говорят что несмотря на то что они страшно популярны мы считаем что это прямо вот плохо и это плохо потому что потому что сейчас я вам объясню почему и как бы да заявление модели зрелости зло оно имеет смысл но я бы добавил что это плохие модели зрелости зло а хорошие модели зрелости они наоборот добро и сейчас я с вами пройду по всем пунктам которые николь джин и ким критикуют модели зрелости и вы увидите что на самом деле они не обязательно должны делаться именно так значит вот у нас слева плохие справа хорошие и вот значит николь джин и ким говорят что проблема модели зрелости что они восстанавливают цель и когда значит команда дошла до этой цели то все ура мы победили дальше можно не улучшаться но на самом-то деле хороших моделей зрелости самое главное это процесс и прогресс то есть у нас нету окончательной цели вместо этого мы идем и улучшаемся шаг за шаг еще не говорят что значит проблема моделей зрелости что это такие действия по рецепту то есть вот я вам сегодня показал как делать модель зрелости и вы пришли сделали то же самое на самом деле это прям вот карга культ потому что если эта модель работает для меня совершенно не факт что она работает для вас поэтому может быть не нужно идти и копировать ее вместо этого нужно осознать что нет единственно правильного решения что модель будет немножко другая у каждого и строить модель под себя дальше они говорят что часто модели зрелости это просто список инструментов которые нужно внедрить то есть если вы там не пользуетесь overly сервером то вы находитесь на первом этапе если вы пользуетесь сервером но не пользуетесь дипломентом вами пани smartphones охватиться на втором да конечно это плохо опять же потому что главное в нашем в нашей работе это не инструменты. Главное в нашей работе это процессы, коммуникации и так далее. Значит, вместо списка инструментов нужно сфокусироваться на результат. Главное не есть ли у нас CI-сервер или у нас нет CI-сервера. Главное делаем ли мы continuous integration. И как только мы фокусируемся на результатах, а не на списках инструментов, то модель зрелости, в которой прописан этот результат, становится хорошей, а не плохой. И последняя проблема с моделью зрелости, это что ее один раз написали и дальше по ней просто работают. Но, как мы сами знаем, индустрия меняется. У нас постоянно есть какие-то новые тренды. У нас постоянно какие-то тренды уже считаются, что так больше делать не надо. Поэтому хорошая модель, она постоянно разбивается, поддерживается, обновляется и так далее. И, в общем-то, если взять их критику, то ты понимаешь, что критикуют они не модели зрелости вообще, а плохую имплементацию моделей зрелости. И я с ними полностью согласен, плохая имплементация, она плоха. Но, если помнить вот это все, что мы сказали, то я считаю, как и Мартин Фавлер, что модели зрелости помогают нам понять, где мы находимся, куда мы идем, и помогают бороться с карго-культом, потому что, если мы не готовы принимать какие-то изменения, то мы об этом будем знать. Итак, значит, если я вас убедил, что, в общем-то, это неплохая штука, давайте посмотрим, как же она все-таки делается. Какие у нас есть компоненты? Ну, во-первых, надо понимать, что мы оцениваем, да, то есть нужно выбрать набор критериев, которые мы будем оценивать. Дальше надо понять, как мы это оцениваем, что такое хорошо, что такое нормально, что такое плохо. Дальше надо решить, кто оценивает. И тут важно, чтобы у нас был некоторый микс из самих людей, которые работают в этой команде, которые оценивают сами себя, и какой-то внешний фактор, который будет оценивать снаружи. Это может быть другая команда, это могут быть какие-то внешние консультанты, но кто-то должен смотреть со стороны. Как мы отслеживаем это дело? Нам важно отслеживать процесс, потому что, ну, мы говорили, это не список инструментов, это не цель, это процессы и прогресс. И, естественно, этот прогресс надо как-то отслеживать. И последнее, но не менее важно, это как мы это дело визуализируем, потому что в итоге мы хотим, во-первых, чтобы все знали, что происходит, для этого нам нужна очень публичная визуализация, а во-вторых, мы все-таки хотим в итоге поиметь с этой моделью мешки, в плане мы пришли к нашему начальству и сказали, смотри, шеф, вот мы были вот тут, а теперь мы вот тут, и это должно быть все достаточно просто и понятно. И ничего лучше у нас нет, кроме как провести пример. Значит, тут я использую очень сложный софт для построения maturity models, наверняка никто из вас не умеет им толком пользоваться, но на самом деле это не важно. Этот софт, естественно, называется Microsoft Excel. Это была шутка о том, что, в общем, Excel, как любой другой инструмент, не является целью, а является всего лишь инструментом. И вы можете делать ваши модели, в чем вы захотите, включая Microsoft Excel, Google Spreadsheets, да в конце концов просто на бумажке. На бумажке, скорее всего, вы замучаетесь, но если вы выбираете инструмент, то любой инструмент пойдет, включая Excel. Я бы сказал, что вот этот вид, такой, самый-самый верхний, это то, что нам нужно для того, чтобы пойти к нашему шефу и сказать, смотри, было плохо, стало хорошо. Это не то, что видно здесь. Здесь на самом деле видна разница между оценкой самой команды и оценкой со стороны. То есть вот у нас есть красная, это оценка самой команды. Вот мы сели, мы прошли по всем этим факторам, сейчас я вам это все покажу, и мы пришли к выводу, что мы находимся вот здесь. Мы немножко, я в правильную сторону показываю, вот здесь. Или я вообще, а, вот здесь. Да, я же сверху. Да, значит, вот здесь. Мы немножко лучше среднего по процессам, мы немножко лучше среднего по инструментам, а потом у нас приходит какой-то внешний, внешняя оценка. И опять же, это может быть другая команда, это может быть какие-то внешние консультанты. Они посмотрели на нашу ситуацию и немножко наш подкорректировали. Вот эта вот разница между красной и желтой точкой, она сама по себе интересна. Откуда она берется, что она значит, это хорошо, это плохо. В общем и целом, тут есть над чем подумать. Процесс – это то, с чем мы идем к нашему начальнику, и мы говорим, окей, вот сегодня мы были сейчас, а вот во втором квартале следующего года мы будем вот тут. Или мы сейчас, а во втором квартале прошлого года мы были вот там. И вот смотри, какие мы молодцы. И вот, значит, вот так вот мы делаем прогресс. А в итоге там через какое-то время мы хотим еще быть вот здесь. И, как я вам и напоминаю, цель, она не конечная, потому что мы будем нашу модель развивать дальше. И когда мы достигли вот этого таргета, это всего лишь повод для того, чтобы посмотреть и новый таргет нарисовать, который будет еще выше и еще правее. Соревнования – отличная идея. Очень хорошо сравнивать себя с другими командами. Значит, если вот мы сейчас в команде С, то хотелось бы понять, почему у команды Б все так хорошо. И мы, может быть, пойдем, посидим с ними, посмотрим на их результаты и поймем, что они делают лучше, чем это делаем мы. И в какой-то момент вы должны себя спросить, а кто, в общем-то, решил, где расставлять вот эти точки? Кто поставил это туда, а это туда, и как это вообще делается? Эти точки ставятся, естественно, не рандомально. Они ставятся на основании вот таких вот таблиц, в которых у нас прописаны метрики, что именно мы измеряем. И вот вам пример. У нас есть категория DevOps. В DevOps у нас есть рубрика On Demand Releases. Это то, до чего мы хотим дойти. Это вот тот самый процесс, в котором мы хотим улучшаться. Тут у нас инструментарий и задача. Значит, задача. Билды должны быть сконфигурированы так, чтобы артефакты все в какой-то паблилищ, в какой-то, значит, репозиторий. Это такая большая задача. У нее есть много подзадач, в которые мы прописываем, насколько у нас хорошо это получилось. Да, значит, вот, например, там, третий. Вот, вы видите же мою мышку, да? Видите мою мышку? Вот тут. Наверное, видите. А вы вообще еще со мной? Признаки жизни подайте, пожалуйста. Да-да-да. Это хорошо, да. Потому что я на экране, там все засвечено, я ничего не вижу, но будем надеяться, что вы еще со мной. Да. Значит, вот, артефакты публикуются в стандартном формате. То есть, Java-артефакты там в стандарте Maven, а вот Docker в стандарте Docker Registry. У нас это есть, у нас этого нет, у нас есть это не полностью. Это все у нас прописано. И дальше формула, которая высчитывает Yes, No, Partial, дает нам какую-то оценку, в которую мы, в конце концов, можем пойти, и на вот эту вот доску, которая у нас была раньше, и опубликовать. Вот еще пример. Это пример, насколько у нас хорошо настроены процессы. Да? И тут у нас, соответственно, уже не будет про инструменты. Мы хотим, чтобы какая-то была лайка делала вот так, а вместо этого у нас будет описание процесса. Артефакты проходят все необходимые проверки качества и тесты до того, как они выкачаны в релиз. Опять же, да, нет, частично. И, соответственно, мы берем это все вместе и высчитываем из этого всего ту самую какую-то золотую, какую-то цифру, которая идет на вот эти вот high-level графики. Теперь, как бы, мы посмотрели с самого-самого верха, мы посмотрели вот эти вот точки, и мы посмотрели с самого-самого низа, мы посмотрели вот эти вот полотна требований. И хотелось бы найти какую-то золотую середину, где мы бы видели больше деталей, но все-таки, тем не менее, это было бы визуально что-то, что мы можем понять, без того, чтобы листать километровый Excel. И такое есть. Вот вам пример такого промежуточного анализа по результатам. И это вообще очень интересная таблица, потому что тут есть всякие интересные штуки. Значит, вот давайте возьмем, например, вот everything as a code, да, вот, номер 8. Everything as a code. У нас есть тут какой-то критикалити. Ой, извините. У нас есть тут какой-то критикалити. Что за критикалити? Кто решил, что у нас must have, что у нас should have, что у нас must have? Пока непонятно. Сейчас мы об этом поговорим. Дальше у нас есть бенчмарк. Бенчмарк – это то, что считается вот прямо вот хорошо, вот эталон. Обратите внимание, что бенчмарки тут совсем не везде 100. Например, вот то, что я сейчас смотрю, everything as a code, бенчмарк вообще 56. Ну, на самом деле, наверное, это логично, потому что если мы говорим уже совсем про everything as a code, то 100% будет, например, если там, я даже не знаю, установить тот же самый Excel или там, допустим, среду разработки ID какой-нибудь на компьютер разработчика, тоже будет автоматизированный скрипт, а не инструкция «пойди и скачай себе какую-то ту или иную программу». Ну, как бы, да, можно, наверное, автоматизировать до 100%, но совсем не факт, что нужно. Дальше у нас today. Today, как бы, ну, 22, это понятно, это то, что есть. И дальше у нас два года, two months, грамматическая ошибка, two months from now мы хотим быть в 52 от 56. Опять же, откуда вот эти 56, 52, 22? Из тех таблиц, которые мы видели раньше. То есть, наверное, 56 – это мы описали все, что мы хотим автоматизировать, а 52 – это потому что какая-то одна конкретная фича, ее очень сложно сделать, поэтому, да, ее бы неплохо сделать, но мы не будем. А вот очень интересный тоже пример – FedRamp Elements. FedRamp Elements – это американская стандартизация для продажи федеральному правительству. Там огромное количество писанины, огромное количество головняка, и, в общем-то, проблема в том, что бенчмарк у него обязательно должен быть 100%. Потому что если у вас не хватает каких-то бумажек, то как бы вы все равно не сможете продавать правительству, даже если у вас есть все остальные бумажки. Поэтому тут или все, или ничего. Сейчас у нас 0%, мы, в общем, не начинали этим еще заниматься. И на самом деле не имеет смысла начинать, потому что это nice to have, и мы сейчас поговорим, почему это nice to have, и, в общем, никаких сил в это вкладывать не имеет смысла, если мы только не хотим полностью все сделать. То есть тут есть вот эти вот интересные очень игры между, что такое бенчмарк, он не всегда 100%, ну, где мы стоим сегодня, вы уже видели, как это делается, и какая у нас цель, да. И, в общем-то, вопрос, судьи кто? Кто решает, что must have, что should have, что nice have, кто решает, что важно. И выясняется, что для разных вещей решают разные элементы. Мы у нас девопс, мы все работаем вместе, мы все вместе обсуждаем, но, тем не менее, у разных специалистов есть разное понимание того, что кому нужно. Поэтому у нас есть инженерная перспектива, перспектива опс и перспектива бизнеса. То есть, да, мы все работаем вместе, но, тем не менее, профессиональные перспективы остаются, и они влияют на общее понимание необходимости той или иной фички. Вот, например, continuous integration, выделенный, наверное, 4. Инженеры считают, что это must have. Обс, в общем-то, на самом деле не важно. А бизнес понимает, что без continuous integration мы будем релизить намного реже, что в итоге приведет к тому, что наши продукты реже выходят на рынок, и нас могут побить наши конкуренты. Поэтому, несмотря на то, что continuous integration – это чисто инженерная практика, бизнес перспектив тоже очень хорошо влияет. Или вот другой пример, следующий – continuous delivery. В continuous delivery инженеры говорят, ну, это не к нам. Апсы говорят, нет, мы очень хотим continuous delivery, must have. Бизнес говорит, ну, как бы, если вы релизите вовремя, то нам на самом деле пофиг, это continuous delivery или не continuous delivery. Но если вы говорите, что нужно, пусть будет should have. И вот из-за мерджа вот этих трех аспектов у нас в итоге получаются вот те самые criticality, которые выставлены здесь. То есть, грубо говоря, если хоть один из них настаивает, что это must have, это становится must have для всех, а если все согласны, что это nice to have, то это и будет nice to have. Еще один аспект – это вот этот вот у нас был в предыдущей таблице, такая штука, которая… Сейчас, Диана, я вам ее покажу. Вот, значит, тут у нас был yes, но partial. Значит, yes, но partial, возможно, не самый лучший способ оценивать готовность какого-то процесса или какого-то пуза. Ну, потому что бывают всякие серые… Этот partial, он очень-очень широкий. Вот я вам приведу пример. Значит, смотрите, system.config.scode. System.config.scode у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть разных градаций, да, и большинство из них partial. И у нас эти градации идут от differentiating, когда вообще все-все-все автоматизировано через несколько partial частей, например, почти все автоматизировано, некоторые редкие процессы пока что все еще ручные, и до вообще ничего не автоматизировано, все делается ручками. То есть вместо того, чтобы иметь вот этот вот yes, no partial, может быть, чаще всего имеет смысл иметь вот такую шкалу от одного до пяти, где мы оцениваем от одного до пяти не на глазок, ой, ну вот это примерно три, а у нас есть очень строгое описание, что такое пять, все отлично, дифференшиэтинг или там пять с плюсом, и что такое один, no support, ничего не сделано, ничего не работает. Вот на основании вот этих вот достаточно простых с точки зрения администрации понятий, вот у вас есть таблица, что такое хорошо, что такое плохо, вот у вас есть таблица, чего вы хотите достигнуть, вот где вы сегодня находитесь, вот у вас промежуточная визуализация, вот у вас совсем high-level визуализация, в общем-то можно начинать строить вот эти вот таблицы. Несколько полезных советов, мы это собираемся показывать всякому начальству, которое, в общем-то, может быть не очень сильно продвинута в технологиях, поэтому интересно, потому что мы тогда можем понять какие-то вещи, которые у нас, ну, мы не видим, на которые у нас есть некоторая такая слепота. Обычно в организациях, ну, это достаточно, как сказать, достаточно сложный процесс, да, достаточно большой геморрой, это все начинать профисывать, это все начинать измерять, и диктовать сверху, внезапно сесть и начинать модели зрелости прописывать, это все достаточно гиблое дело, потому что, в общем-то, инициатива, она может исходить сверху, но без поддержки снизу все это загнется. Чаще всего команды, которые, в принципе, находятся впереди всех остальных, они и проявят наибольший интерес в том, чтобы эти модели построить и начать мерить. И поэтому, может быть, стоит найти в организации как раз те команды, которые возьмутся это делать, ну, может быть, немножко по эгоистичным причинам, потому что им кажется, что у них будут лучшие результаты. Ну, это, в принципе, не страшно, и как только кто-то начнет это делать, чаще всего все остальные подтянутся, потому что, на самом деле, интересно всем. Мы уже говорили, что правильный результат не всегда 100%, это может быть по разным причинам, может быть, потому что стопроцентный результат, он недостижим, и он, на самом деле, будет всего лишь нашу мотивацию убивать, потому что мы знаем, что мы никогда не дойдем до идеальных 100%. Иногда он достижим, но это не сейчас, и, соответственно, сейчас ставить цели 100% тоже не имеет смысла. И, значит, как мы уже говорили, вот это вот все, что мы на одном из первых слайдов показывали, чем хорошие модели отличаются от плохих, естественно, важно помнить, не скатываться в карго-культ при построении модели для борьбы с карго-культом. И, кстати, о борьбе с карго-культом. Самое главное – это вот это. И тут у меня прямо иллюстрация из статьи Мартина Фаулера про матюрити-мойл. У нас есть вот эти вот уровни, по которым мы идем, и нужно помнить, что если мы находимся на этом уровне, то сначала нам нужно выучить то, что будет на третьем, перед тем, как прыгать на четвертый или на пятый. И вот это вот здесь борьба с карго-культом. И если мне сегодня из Netflix рассказали про их очередной потрясающий тул для Continuous Deployment, а у меня еле-еле настроен Continuous Integration, то вместо того, чтобы сказать, если я возьму этот инструмент, я буду как Netflix, в тот момент, когда мы понимаем, что мы находимся на втором этапе, а мы слышали сейчас рассказ про инструмент для четвертого уровня, мы понимаем, что прыгать мы не можем. И если мы попробуем взять этот инструмент, то ничего хорошего из этого не будет. Для того, чтобы делать вот эту оценку, где мы находимся и что нам сейчас показали, нам и нужна вот эта вот модель. То есть это отвечает на вопрос, готова ли моя команда к конкретной новой технологии. Потому что мы можем проверить, соответствует ли она нашему уровню. Второй вопрос. А в принципе, что нам сейчас показали? Потому что, как я уже сказал, какой-то product pitch в будке или на сцене с каким-то демо, который сработал или не сработал, совершенно явно недостаточно для того, чтобы мы могли себе решить, хорошее это было лайка или нет. То есть это, в принципе, неплохой способ нас заинтересовать, заинтриговать. И вопрос, как бы, куда мы идем дальше это расследовать. В общем-то, есть достаточно много фирм, работа которых именно этим и занимается. Это Forrester, Gartner, IHC, Makit, IDC и еще 100-500 разных аналитиков. Эти аналитики, они делают вот такие вот всякие отчеты, на которых они расставляют продукты и фирмы в определенных отраслях. То, что мы видим здесь, это классический Magic Quadrant, в котором у нас есть четыре секции. По нашим осям у нас есть Completeness of Vision. Completeness of Vision – это насколько у нас есть хорошие идеи. А по оси Y у нас Ability to Execute. То есть, грубо говоря, если у нашей фирмы достаточно денег, чтобы вот эти вот хорошие идеи превратить в хорошие продукты. Естественно, сочетание хороших идей и денег для того, чтобы эти продукты написать, приводит нас в квадрат лидеров. Квадраты лидеров – это тут у нас те, у кого есть хорошие идеи, и они их могут выплатить. В квадрате Visionaries у нас будут те, у которых идеи есть, а денег на имплементацию идеи нет. В квадрате Challengers у нас будут те, у которых денег есть, идеи нет, а не Challengers, потому что они будут делать то, что будут делать другие. Они будут кипипейстить идеи других компаний. Ну и Niche Players – это просто какие-то, ну, говно софт. Это так нельзя написать, поэтому это называется Niche Players. В общем, вот этот Magic Quadrant – это такой стандарт оценки софта, и все остальные аналитики, фирмы аналитиков, они изменяют его ровно настолько, чтобы на них нельзя было подать в суд за то, что они этот Magic Quadrant сперли. Вот, например, Forrester Wave. Forrester Wave, он выглядит совершенно по-другому, никаких претензий к нему быть не может, но на самом деле это абсолютно то же самое. Strategy от Wig до Strong – это о том, если у нас идеи. Current Offering от Wig до Strong – это о том, если у нас деньги, потому что если у нас сильный Current Offering, мы зарабатываем деньги. И дальше у нас есть Leaders, Strong Performance, Contendence и Challengers. Чем дальше от правого верхнего квадрата, тем, естественно, хуже. Вот, значит, еще один интересный аспект посмотреть на технологию – это то, что называется Gardner Hype Cycle. Gardner Hype Cycle или это Forrester Hype? Я не помню, а вот кто это из них? Почему-то, мне кажется, Forrester. Ну, это на самом деле цикл хайпа любой технологии. Technology Trigger, Peak of Expectations, Throw of Delusionment, Slope of Enlightenment, Plot of Productivity – это работает на любую технологию. Я специально взял какой-то очень-очень старый вот этот вот хайп за 2010 год, это уже 9 лет назад, чтобы мы могли посмотреть действительно и вот как оно работает, то, что было на хайпе 10 лет назад. Значит, на хайпе 10 лет назад были 3D Flat Panel TVs, которые с тех пор умерли, да, причем умерли они где-то тут, они не дошли до плотов продуктивити, вы сегодня пойдете в магазин, вам не будут продавать трехмерный телевизор. И что? 4G. А вот 4G у нас вполне себе живет в плотов продуктивити, прекрасно себя чувствует. Вот микроблогинг, шло разочарование в 2010 году микроблогингов, и у нас он был на пути к Thore of Delusionment, и вы помните, как народ был, ну, тогда недоволен твиттером, там ничего нельзя написать, ограничение в 140 символов, нельзя редактировать твиты. Ну, и с тех пор, опять же, он тоже перебрался себе в плотов продуктивити. То же самое с e-book readers, если вы помните. А видео телепрезенс, вот он тут, вот я как видео телепрезенс, махаю вам с плотов продуктивити через 9 лет. Ну, и, в общем-то, достаточно забавно, как оно все действительно так и работает. Biometric authentication methods, да, у нас отпечатки пальцев, и, ну, в общем, забавно. Все хорошо с этими ребятами, с этими аналистами и их анализом, кроме одной вещи. Большинство из них берут деньги за то, чтобы вообще посмотреть на ваш продукт. То есть, грубо говоря, для того, чтобы оказаться вот тут или вот тут, уже даже не важно где, вам нужно сначала заплатить очень много тысяч долларов за то, что эти аналисты, Гартнер, Форестер, вообще посмотрят на ваш продукт. Они могут посмотреть на ваш продукт, запихнуть вас куда-нибудь в ниш-плеерс, ну, и потом это будут ваши проблемы. Но очень много продуктов, они вообще не там. Они вообще не там, потому что они не являются клиентами Форестера и Гартнера, и Форестер и Гартнер их не оценят. Но у нас есть еще один, еще один прекрасный инструмент. Technology Radar от ThoughtWorks. Поднимите руки, кто слышал про Technology Radar и кто им пользуется, кто на него смотрит. Там есть какие-то руки? Я потому что не вижу. Вы мне скажите. Есть одна, да. Одна рука. Окей. То, что есть одна рука, это с одной стороны очень печально, потому что о нем должны знать все. С другой стороны, это очень радует, потому что это полезный для ваш доклад. Теперь вы все знаете про Technology Radar. Как работает Technology Radar? Давайте мы, знаете что, давайте мы сейчас прямо пойдем и посмотрим на него. Вот Technology Radar, у нас 20-й эдишн, он выходит примерно раз в квартал. И Technology Radar, это вот такой вот, видите, вот он такой радар, он разделен на четыре секции. Техники, инструменты, платформы, языки и фреймворки. Мы можем зайти в любой из них, пойдем, допустим, в инструменты, и тут мы увидим, что у нас есть раз, два, три, четыре секции. В этих секциях эти секции разделены от горячо-горячо-горячо до холодно-холодно-холодно. И в этих секциях есть разные инструменты. Значит, как он вообще появился, о чем он и почему он? Этот Technology Radar, он от компании Филтворкс. Компания Филтворкс, она занимается консалтингом. Они работают по всему миру, и в какой-то момент им понадобилось какой-то, как сказать, какой-то способ для того, чтобы рассказывать друг другу про хорошие технологии, хорошие инструменты и так далее. И они придумали вот такую штуку. То есть, если я, допустим, консультант ThoughtWorks, и мне сейчас нужно найти инструмент для UI на JavaScript, я пойду в этот Radar, посмотрю, что делали мои коллеги в других проектах, насколько им это понравилось, и тогда я буду знать. Значит, если у вот этих вот аналистов они оценивают то, за что им заплатили, то в Radar ThoughtWorks появляются инструменты, которые кто-либо из их консультантов попробовал в реальном проекте. И, соответственно, тогда они появляются на Radar. И вот мы можем посмотреть, для того, чтобы понять, оно как бы логично и не логично. Вот, например, что у нас в Adopt. В Adopt у нас Terraform. Ну, естественно, Terraform должен быть в Adopt. Он сейчас обязательно нужно пользоваться, прямо сейчас. Trial. То есть, ну вот, можно начинать пользоваться. Helm. Я бы, на самом деле, Helm уже перенес, может быть, даже в Adopt. Но вот у них он в trial, потому что вот к такому выводу пришел какой-то консультант, который его использовал. Что у нас в ASS? ASS – это как бы, ну, мы с ним поиграемся. Cilium у нас в ASS. Что еще? Kubernetes Operators у нас в ASS. Вот. А Hold – это что больше делать не надо. Вот не надо больше писать CloudFormation-дескрипторы вручную. Ну, как бы, да, не надо. Логично. Вот. Значит, для того, чтобы вам продать вот этот радар, я сейчас хочу сделать такую штуку. Давайте мы с вами вместе посмотрим, соответствует ли то, что считает радар, тому, что как бы считаем мы. Давайте идеи. Я вас слушаю. Что мы будем искать? PHP. О, PHP. Давайте мы посмотрим, что нам пишут про PHP. Значит, сам PHP ничего особо не нашел. композер. Композер – это, как вы знаете, PHP-шный, как его зовут, dependency management. И на ноябрь 2015 года радар рекомендует пользоваться композером. То есть вот он появился, trial в январе 2015 года, и в мае уже он вошел в adopt. Да, это правильно, так и надо делать. Вот, пожалуйста. Что еще мы поищем? Пастгресс, короче. Пастгресс, короче. Да. Вот он, пастгресс. Где у нас сам пастгресс? Самого пастгресса у нас тоже нет. У нас есть пастгресс для ноу-сиквела, который в trial с 2014 года, и как-то он из trial особо не вышел. Что у нас еще есть? Ну вот, вот такие всякие штуки. Что интересно, что ничего из этого нету в adopt. Ну да, вот это странно, в общем-то. А если мы возьмем, например, mysql для интереса. Ой, я его не пронюсал. Ну. То вот у нас есть Maria в SS в 2015 году. Если вы помните, это вот как раз, когда эта Мария появилась после отпучкования от Oracle и от, собственно говоря, ну, от Сана, от Oracle и от Masiql. Ну, как бы да. Ну, вы видите, есть не все. Достаточно набор, опять же, зависит от того, как я уже сказал, что они реально используют. Из хороших новостей. Мы можем построить сами свой радар. Мы можем взять инфраструктуру, с помощью которой этот радар был построен для ThoughtWorks, и сделать радар для своей организации. Потому что, я напоминаю, вся цель этого радара, это не какие-то седовласые дядьки сидят в башне из слоновой кости и оттуда вам рассказывают, чем пользоваться, а чем нет. Потому что это как раз приводит к карго-культу. Вы можете пользоваться этим инструментом для того, чтобы ваше впечатление, ваш ресерч, ваш опыт об определенных инструментах, процессах и так далее, его выразить, его отслеживать и, соответственно, обмениваться этой информацией. То есть, это не будет ответ, готова ли моя команда к новым технологиям, потому что здесь вы оцениваете только технологии, но это будет ответ, чем хороша конкретно эта технология, учитывая особенности нашей команды. То есть, да, наверное, PostgresQL лучше, чем MySQL, но у меня в команде есть очень серьезный спец по MySQL, поэтому конкретно для меня MySQL будет лучше. Ну и она помогает ответить на вопрос, какую проблему я решу с помощью этой технологии, потому что и в радаре iFootworks, и в вашем собственном радаре у вас будет прописано, какие технологические проблемы решает тот или другой инструмент. Опять же, насколько эта проблема у вас существует, радар вам не ответит. Для построения радара, опять же, необходимо настроить очень сложную техническую инфраструктуру. Я уже говорил, Microsoft Excel в данном случае это даже Google Spreadsheets. ThoughtWorks сделали всю работу за вас. Вы прописываете название технологии, в какой из секций радара его опубликовать, в какой квадрант это приходит, является ли это новым, и description, по-моему, в HTML, после чего вы даете в формочке с ThoughtWorks линк на этот документ, и он вам строит ваш радар за вас. То есть практически уже все, так сказать, на всем готовенько. Ну и в общем-то на этом у нас еще сейчас будет пять минут на вопросы. Спасибо вам большое. Джей Баруф в Твиттере, IT Nights это наш хэштег, и давайте, давайте вопросы немножко. У нас есть немножко время. Спасибо. Есть вопрос. Это хорошо. Так, давай первый вопрос. У меня их несколько. Это вот команда хочет к чему-то прийти. Ты говоришь, что команда должна сама определить, что ей надо. Как вот мне понять, что я хочу? Как мне не скатиться в тот самый каркокульт, о котором ты говоришь? То есть я вот могу посмотреть на технологию радар, условно посмотреть на какие-то технологии, но я же не могу, допустим, сказать, вот у нас команда сидит на, не знаю, какой-нибудь стеке у нас там есть, салт у нас там есть, я не знаю, какие-нибудь докеры по SQL и все такое. Мы хотим перейти на новую базу данных, мы хотим на новую систему деплоя, мы хотим там новые контейнеры, кабернетисы и все такое. Очень хорошо. И ты тут говоришь тогда, окей, вот смотри, у меня есть один стек, мне бы хотелось в теории попасть на другой стек. Давай мы оценим, где мы находимся на пути вот этой трансформации. Для того, чтобы сейчас перелезть с, там, я не знаю, ты деплоишь там Java, JARниками в какой-нибудь веб-лоджик, для того, чтобы перейти на деплоинт контейнеров в кубернетис, нам нужно позаботиться о том, чтобы у нас все было в микросервисах и контейнерах. И вот у нас появляется рубрика, допустим, архитектурная, микросервисы, где мы находимся в том, чтобы у нас все было микросервисами. Ой, у нас все плохо, потому что мы не можем все развязать, у нас все завязано, у нас архитектура комплексити, и мы себе ставим двойку по этому поводу. А еще нам нужно, чтобы у нас было все в контейнерах. Где мы находимся для того, чтобы положить все в контейнерах? Ой, у нас вообще все кошмар, потому что у нас все stateful, у нас все завязано на базу данных и на storage на файлах, в контейнерах это все не взлетит. У нас там двойка. Подожди, подожди. Хорошо, давай. Сейчас, стой. Немного не понял, ты мой вопрос. Мой вопрос о том, откуда я возьму, куда мне прийти. Вот я живу на том, в чем живу. Откуда ты возьмешь, мы вот об этом говорили. У нас есть и Technology Radar, у нас есть и вот эти вот все, то, что мы говорили, эти самые аналисты. В конце концов, у нас есть Reddit и Hacker News, и TechCrunch. Нет ничего плохого в том, чтобы пойти и загореться какой-то технологией. Это не каргокульт. Каргокульт – это пойти, загореться технологией и решить, что я в понедельник возьму и установлю Kubernetes. Прочитать про Kubernetes и сказать, слушай, вот эта крутая штука, она поможет нашему бизнесу, я бы хотел когда-нибудь в нее попасть, это наоборот очень хорошо. Окей, спасибо. И второй вопрос, смотри. Ты писал достаточно сложную систему оценки того, где мы сейчас находимся, куда мы идем и так далее. Ну, давай там несколько вещей. Ну, понятно, что ты не можешь выделять ресурсы на то, чтобы на свой проект каждый день мониторить состояние по всем этим делам, обходить всех разработчиков, смотреть по всем системам, где мы находимся. У себя должен быть какой-то maintenance window, ну, не maintenance window, а условно какой-то промежуток, не знаю, там раз в месяц, ты будешь апдейтить актуальное состояние этого всего дела и смотреть на все это. Вопрос в том, не превратится ли это все… На самом деле идет такая формализация процесса, но в то же самое время это такая бюрократизация процесса. То есть не будет ли это отторгаться с разрастанием. То есть у тебя, допустим, команда была из пяти человек в начале, через четыре года у тебя команда выросла, не знаю, до сорока человек, и после этого ты не можешь просто всем этим заниматься, потому что у тебя все начинают это, ну, просто отторгать из-за того, что команда стала слишком большой, неповоротливой. Это на самом деле отличный вопрос, который, наверное, является самым большим недостатком вот этого, вот, в принципе, работы на maturity model. Там требуется действительно достаточно большое, достаточно большое вложение в поддержание этого процесса. И, к сожалению, никаких серебряных пуль тут нет. И мы вкладываемся в поддержание разных процессов. Ты то же самое можешь сказать про стендап-митинг. Типа, я не хочу делать стендап-митинги, да, это на бумаге хорошая идея, но мне нужно на это потратить 20 минут в день, и это когда нас четверо, а когда нас будет 40, у нас стендап-митинг будет полдня, давай мы не будем это делать. Ну, как бы тут нужно понимать, зачем ты это делаешь. И если ни ты, ни твое начальство не видят смысла в maturity model, то да, это будет рассматриваться как очередная бюрократическая бесполезная штука. Но если будет понятно, что что бы мы ни делали, мы смотрим на maturity model, и мы понимаем, где мы находимся, куда мы идем, и как это нам помогает или не помогает, это становится инструментом, который совершенно понятно, зачем мы поддерживаем. и тогда на него не жалко тратить время. Окей, спасибо. Ну, тут нету никаких волшебных решений, к сожалению. Еще вопросы у кого-нибудь? Не хотят. Ну, хорошо, уже на самом деле время у нас кончилось. Большое вам спасибо. Я еще раз извиняюсь за нестандартный способ коммуникации. Я очень надеюсь, что в следующем году мы с вами встретимся лично. Я, по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы приехать. Вам хорошего окончания конференции. И увидимся в следующем году. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok